GearBest the best Посмотрим на экшн камеру Aiken 9 Приходится на вот такой вот коробке, которую вы наверное все знаете Там камера, куча надписей куча цветов куча что тут есть кабели, зарядки крепления, для чего они все расписано все можно почитать какие режимы но как окажется когда мы возьмем камеру в ней будут режимы чуть-чуть другие, потому что другая прошивка значит с чем коннектиться, какой угол обзора и все остальное и ссылочка на приложение, да, через баркод чтобы установить на телефон iOS или Android не буду вставлять распаковкой сразу распакую и покажу вам что там есть и как оно работает и так вот у нас все богатство которое есть для этой камеры да, то как работает крепление показано вот такой замечательной инструкцией, которая внутри коробки что для чего вот рамочка да, вот аквабокс у нас вот как крепить сверху в автомобиле очевидно инструкция подробная не буду вам все показывать на шлем можно крепить как вы видите неправильно включили да что тут еще можно на палку как правильно крепить то есть вариантов на самом деле куча-куча большая в красочной не хочу его полностью вытаскивать если сюда пройдите ремешок да а камеру закрепить вот здесь сейчас мы ее таки закрепим то можно повесить себе вот это вот на голову да то есть вот эта часть вешаете на лоб это вокруг головы тут есть у нас застежечка продели застегнули и вот у вас на голове там на шапке или просто есть камера которая снимает все что вы видите поскольку у вас крепится к черепу то вот этого не будет оно будет нормально жестко зафиксировано что проверено на что есть видео так дальше а еще я вот таким образом прикреплял камеру к собаке опять же мы прикрепляем ее как ошейник вот таким вот образом тут немного регулируем угол выставляем его ближе вот так у собаки вот так камера прикреплена вот тут его шея вот здесь есть функция у камеры мы меняем ориентацию картинки на 180 градусов и снимаем обычную классную картинку тоже покажу вам тестовое видео и вот штуки нам дали так теперь по поводу самой камеры разберемся как она работает и какие у нее есть режим чтобы начать работу с камеры нужно сделать минимум две вещи первое вы должны вставить карту памяти в слот памяти вот он microSD в данном случае у меня здесь легкий щелчок все зафиксировалось 32 гигабайта и обязательно надо вставить аккумулятор вот гнездо для аккумулятора аккумулятор идет в комплекте то есть он был вместе со всеми другими аксессуарами вставляем и фиксируем что сказать по поводу аккумулятора даже скорее фиксатор то есть аккумулятор то все нормально работает вот вот тут видите такие для вентиляции аккумуляторы такие дырочки маленькие дело в том что вот эта заглушка она мягко говоря не совсем жесткая вот она ход есть ход тут наклеены такой скотч как бы типа двухсторонний чтобы он мягкий чтобы держать батарею но мягко говоря он может не всегда срабатывать батарея может получается болтаться чуть-чуть и может прерываться из-за этого выключаться камера но в аквабоксе такого быть особо не должно и вы должны помнить о том что такая особенность есть то есть это небольшая проблема можно здесь как-то модернизировать но в принципе такой небольшой косяк есть так теперь включаем камеру так вот у нас экран экран кстати защищен пленкой которую мы сейчас удачно снимем вот видите есть пленочка сейчас мы ее снимем вот наш замечательный прекрасный экранчик значит карточка на 32 гигабайта видите у меня пишет что 3 часа 3 минуты будет снимать в качестве 1800P 60 кадров в секунду насколько это правда в принципе она снимает да картинка получается если освещение хорошее картинка очень и очень неплохая какие у нас тут есть функции да значит я себе поставил русский язык ну это в меню мы можем увидеть видео посмотреть здесь фотографии так сейчас еще раз вот фотографии вот фотографии вниз мы нажали видео тра-та-та-та нажимаем вот эту кнопку отсюда и заходим в настройки чтобы зайти в настройки теперь нажать верхнюю кнопку как будто подтверждение окей и что мы видим первое размер фильма нажимаем верхнюю кнопку смотрим сколько может быть может быть 1800p60 кадров 1800p30 кадров 4k15 4k10 2.7k24 и 2.7k15 соответствует ли это тому что мы видели на изображении коробки давайте посмотрим а на коробке у нас было 4k10 кадров а мы там уже видели 15 2.7k15 а у нас там кроме этого есть еще 24 1800p как заявлено так и есть 720p вообще в настройках нет да потому что другая прошивка вот такая вот штука насчет аккумулятора тут написано 1050 миллиампер часов а мы давайте посмотрим так сейчас выключим выключили открываем аккумулятор смотрим 900 миллиампер часов но я вам так скажу что оно соответствует тому работа самой камеры как не удивительно тому что заявил производитель то есть если здесь вот написано что оно должно работать полтора часа оно работает 1800p 30 кадров если написано 150 минут 1800p 60 кадров оно работает даже больше то есть аккумулятор свое отрабатывает то что тут не совпадают цифры это вообще не должно вас печалить но то что вот здесь не совпадают если верхняя часть улучшилась в лучшую сторону в прошивке камер то 720p 120 кадров просто исчезло а чтобы самому поставить новую прошивку это такой геморрой что лучше этим не заниматься итак давайте еще раз включим и посмотрим что у нас здесь есть так итак смотрим опять же нам надо зайти в настройки мы нажимаем вот эту большую клавишу ага это мы зашли чтобы посмотреть фотографии и их сделать да ага это так ага вот и с третьего раза мы таки попали в настройки нажимаем ок зашли размер фильма как они пишут да разрешение мы уже смотрели сколько ну просто вот смотрите да 2.7к появилось новое 4к появилось новое 15 кадров в секунду а вот 1800 то же самое а 720 просто нет так выходим чтобы выйти можно просто нажать вот 5 один раз эту клавишу и идем дальше цикличная запись у нас может быть ну она у нас выключена это больше для видеорегистратора можем установить дату включить ее можем вписывать дату в видео но большой проблемы нет экспозиция так стоп еще раз немножко я вышел не там вот так экспозиция заходим она на нулях где-то стоит но лучше вам поставить или плюс 3 то есть светлее или даже плюс 7 вот мы поставим потому что камера очень хорошо снимает где мы поставили плюс 7 сейчас стоит чтобы поставить надо вот эту кнопку нажать типа ok вот и поставили и она сразу вышла темноте плохо снимает да надо очень хорошее освещение поэтому вот экспозицию лучше выставить посветлее в плюс так разрешение это опять но это разрешение для снимков да ну тут максимально выставлено вот такое практически 4к для фотоснимков тройной снимок я не пользовался поэтому три фотографии подряд идут так непрерывная съемка то есть сколько секунд будет идти непрерывная съемка опять же это все для фото так ага время непрерывной съемки но мы выключили просто у меня оно выключено включено то есть включено или нет так власть над частотой хорошо перевели 50 герц ну выставьте 60 особо вам это ничего не изменит язык можно выбрать так 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 вот единственное что если вы выберете какой-нибудь такой то вам будет сложно найти как вернуться русский или какой-нибудь нормальный английский польский и так далее так выходим дату и время можно установить у нас не совсем корректно установлено входим звуки вот я выставил чтобы звуков не было когда мы нажимаем кнопки это для нажатия кнопок так теперь переворот экрана то что я говорил можно чтобы камера снимала экспозицию наоборот да когда вы вешаете на собаку то есть нажали он вот сюда окей и картинка которая есть здесь перевернется если вы перевернете камеру вот так будете снимать да вот так а картинка у вас будет нормальной вот это именно когда вы на собаку вешаете так что еще выходим скринсейвер ну такое через сколько он срабатывает энергосбережение что они там имеют ввиду а когда полностью отключается камера через 3 минуты форматирование ну это чтобы карту форматануть пока не будем этого делать сбросить все настройки и какая у нас версия программного обеспечения вот такая iCam H9 160 222 ну в принципе вот такой вот обзор вот чтобы выйти из настроек делаем делаем вот так желтая штучка здесь нажимаем ок все мы вышли снимаем как видите угол обзора большой то есть если моего телефона захватывают вот так да как вы видите вот то здесь то здесь захватило все что надо и все что не надо фактически весь стол дальше мы конечно потестируем ее посмотрим как она выглядит на велосипеде на человеке на собаке и посмотрим видео об этом последнее что хочу сказать не о камере камеру выключаем ставим сюда на счет аквабокс все же таки на велосипед вы будете крепить его на аквабоксе но все равно звук он сможет записывать вот такая штука есть на аквабоксе кажется что вот это зеркало стекло оно поцарапано и я вначале даже думал предъявлять иск что вот здесь вот есть царапины потому что пленка защитная была так приклеена хорошо что я сначала не понял что это пленка а это пленка для того чтобы она доехала до вас без царапин а если эту пленочку снять то вы получаете идеальное стекло которое вам придется только протирать вот такой штукой то есть насчет упаковки все просто и комплектации гениально еще один нюанс называется Aiken H9 но на коробке вы нигде не найдете надпись Aiken H9 цвета найдете action cam найдете там всякие надписи тра-та-та но не то что это Aiken H9 вот такая вот особенность довольно мягко говоря интересная производитель не хочет чтобы на коробке было название его компании на такой какой-то интересный возможно ноу-нейм подход итак смотрим как это все будет реальной жизни ау-нейм ау-нейм один момент покажу как камеру можно поставить на штатив с одной стороны у нас будет ну на фоне аквабокса покажу вот это крепление прикручиваем сюда и камера стоит у нас на штативе вот то же самое можно сделать если камеру поставить в вот эту рамочку тоже она прикручивается на штатив вот мы ее прикрутили на штатив так сейчас включим и соответственно со штатива она может отлично снимать все что нам надо вот так вот это работает вот же зараз мы поднимемся как ОСЦ крепление подходить до велосипеда вот наш велосипед вот наше крепление а вот мы это крепление поставили на велосипед вот оно резиночка прилегает к металлу все закручивается на шурупы болты несколько колен в принципе все отлично фиксируется держится качество резины и пластмасса отлично а вот мы уже прицепили сюда нашу экшн камеру отличная фиксация все у нас здесь хорошо все держится и соответственно все работает конечно мы попробуем включить экшн камеру и посмотрим как же она будет снимать для нас с вами вот сейчас мы снимаем ее сейчас мы включаем ее характерный звук там происходит когда мы нажимаем верхнюю кнопку после включения должна начаться запись запись будет в формате 1800p 60 кадров в секунду то есть Full HD и все видео которые я покажу тестовые видео они тоже будут в формате Full HD мы увидим с вами вид велосипеда с собакей с палки и так далее и так сейчас мы записываем камерой экшн с велосипедом Full HD 60 кадров в секунду вот такая вот картинка то же самое с велосипедом теперь мы снимаем в помещении есть дневной свет и включены также лампы то же самое разрешение Full HD 60 кадров в секунду влезает вскрывается закрывается глядите вина теперь мы снимаем рисунок камера закреплена на палке вот эти вот удары которые есть которые я считаю не прикрепляю чтобы вы могли осознать какой там звук но имейте ввиду звук бака бака то эти удары отчего от того что собака бьет по палке палка по швобот ну и дальше микрофон отец расписываем этот Джамп verdict дес salty дес закрепили камеру на голове то же самое но с другого ракула давай попрыгаем здесь съемка идет в помещении ночью здесь нет дневного света только полностью включенный свет в комнате full hd 60 кадров теперь камера висит на собаке в форме ошейника мы видим эту же картинку full hd 60 кадров динамика как видит собак а 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 теперь камера снимает со штатива а я просто уже специально чтобы ограничивать что то же самое а а а а а а а а а 6 а а и а а есть шахипов Малыш, ко мне неси, неси ко мне мячик, неси, давай, давай, ко мне, давай, неси. У него чуть-чуть белка началась, короче, я его слишком сильно вспотел. Это был сложный удар, малыш, давай. Ладно, ты ж был. А, он намекает, что ему палка важнее, да? Ладно, ну, сейчас палка играет. Эээ, ты чё? Нельзя кусать. Он решил платить такие страны. А я ему убитый, нет? Не, мячик прикольный. Ваш мячик, у меня палка есть, за ней бегать не надо, она не живая. С другой стороны, оно реально в боксе могло нажимать кнопки и выключаться, тоже вариант. Вот такая у нас камера, за небольшие деньги, в принципе, довольно качественно. Есть небольшие косяки с держателем батареи, но во всём остальном, в плане пользования, как оно снимает, всё довольно очень даже неплохо. В последних прошивках нет разрешения 720p, 120 кадров, но это можно пережить. Gearbest, DBS, всего хорошего, спасибо, что смотрели. Субтитры сделал DimaTorzok